Друзья, с вами Игромани утром, среда, 11.10 в Москве, с вами Лея Радна и Дмитрий Шепелев, Дмитрий Кудряшов за кадром. Все, в общем и целом, как обычно. Приступаем к новостям и первые новости касаются нас, любимых. Да, у нас центра запуска. Да. В Игромани появилась новая статья об арсенале в игре Prey. В нашем центре запуска появляется всего больше материалов, посвященных игре Prey. Свои положенные места уже заняли не только предварительные материалы, но и рецензия, получившая под заголовок «Наука – это весело» и рассказ о захвативших монстрах станцию Талос. Свежий же материал в центре запуска поможет новичкам определиться с любыми способами уничтожения всех встречных монстров, а также разобраться во всех хитросплетениях опасных космических экспериментов. Ветераны игры увидят, что они упустили, или же найдут для себя совершенно новые способы прохождения. Ведь почти все о игре может сложиться совсем иначе. Как цитата просто прямая. Prey – это не шутер, а бои здесь не главные, но разработчикам удалось создать арсенал превращающих приключения почти любую схватку. Оружие, навыки и сверхспособности можно сочетать множеством способов, и в условиях постоянного недостатка ресурсов то и дело приходится изобретать новые. Также в ближайшие дни мы устроим разбор классических штампов, которых не удалось избежать сценаристам игры Prey. Заходите в наш шутер запуска, там много чего интересного. Да, и помимо этого, может быть, сейчас в ближайшее время появится еще одна статья, которую как раз это более полная версия того видео, которое есть у нас на канале про… Историю создания, да? Мучительнейшую, тягомотнейшую историю создания Prey. Автор Молочинка, он покопался… Еще больше. Он зарылся просто с головой в эту хронику, искал там по архивным зарубежным сайтам, искал там новости, в том числе он отрыл оригинал новости про пожар в студии разработчика и так далее. То есть он уже выучил наизусть имена всех разработчиков, которые участвовали в проекте. В общем, полностью прочувствовал вот эту боль, которая сопровождала весь Prey от первого анонса и до релиза сейчас игры. Так что, если она все-таки появится, я надеюсь, я ее прописывал старательно, оцените труд молодого человека. Должно быть интересно, это видео на самом деле мне очень понравилось. Оно очень хорошо расставляется точки над «и» и вот те вопросы, которые возникают у людей, которые, знаешь, не следили за этими хитросплетениями. Почему вот, почему я старая Prey, почему новая Prey, почему у нее совершенно не похожи, почему такой разрыв, почему такие проблемы. Вот то видео, которое мы уже как-то показывали на Громане утром и которое тоже у нас в центре запуска есть, оно очень хорошо, более такой краткий экскурс. А вот Дима обещает, что будет еще более полный. Вот еще более глубокий, да. Пошли новостей про Prey. Да, но на этом закончим про Prey. Перейдем к Е3, как раз мы ночью сообщали, что все билеты на первую в историю открытую Е3 уже раскуплены. Боже, я представляю, какой будет ад в этот раз в Калифорнии просто как раз на Е3. То есть, представляешь, там до этого было не протолкнуться, при том, что это было мероприятие только для журналистов, по большому счету. А сейчас любой желающий, то есть, там будет Адов Вавилон. Там будет Адов Игромир XXL. Ну вот реально, это вот Игромир, сферический Игромир в вакууме, как говорилось, когда-то на лурке. То есть, вот... Вы представляете себе Игромир? Я не завидую. Вы представляете себе другой Игромир? Умножаете Игромир на Игромир, получается... Я, правда, не испытываю зависти к тем людям, которые отправятся на Е3, в том числе и от нас. Я испытываю. Да. Так вот... Так вот, в этот раз там будут при этом, как и в прошлом году, не только большие пафосные разработчики, которые будут устраивать какие-то там гигантские конференции с просто бомбическими анонсами. В этот раз там будут и инди-студии, которые устроятся по соседству. Далее от всего этого... На парковочке. Да, на парковочке. Именно что? Уже второй раз. The Wolverine Digital, наш любимый, фактически главный инди-издатель сейчас в индустрии. Ребята, благодаря которым мы увидели Hotline Miami, еще целую ту его кучу проектов. Например, по-моему, к Shadow Warrior они имеют отношение тоже. По-моему, да. Ну вот, The Wolverine Digital, в любом случае, вы знаете их логотип. Вот. Они устроят сходочку на парковке. Называется она Инди-пикник. Там будут, собственно, они представлены. Будут представлены ребята из Индии Mega Booth. Также будет младший брат твича XSplit и Gambitious. Вот. Можно будет поиграть во всякое, принять участие в карнавале, послушать музыку, ну и перекусить. То есть, фактически это будет такая своя Е3 с Blackjack'ом и Инди. Почему ты назвал XSplit младшим братом твича? Ну, а нет. А почему? Почему? Ну, это же тоже стриминговый сервис, насколько я помню. Или я не прав? Нет, это программа для стриминга. Мы стримим через XSplit прямо сейчас. Ну, то есть тоже. Есть XSplit платная программа, есть EBS бесплатная. Ну вот. Ну вот XSplit будет там представлено. Вот. Я на самом деле, когда читала эту новость, очень удивилась такому сочетанию. Инди-разработчики, инди-разработчики, инди-разработчики. XSplit. Ну, есть, знаешь, есть очень, вполне возможно, причина крайне прагматична. Е3 перенаселена и просто не нашлось там места. Ну да, возможно, как бы, если XSplit просто хочет как можно большему количеству, не знаю, людей, аудитории представить возможность познакомиться со своей программой, потому что, как бы, программа-то платная. Там они, возможно, дают возможность ее как-то пробовать. То да, им, конечно, лучше место открытия, доступнее, ближе к народу. Всякие там журналисты, я думаю, так разберутся. В общем, это должно быть ближе к посетителю. Очень порадовал комментарий Мельника. Пикник на обочине. Чертовски верно. В общем, ребята, если кто-то из вас действительно настолько безумен, что поедет на Е3, то, во-первых, удачи вам, а во-вторых, не забудьте заглянуть на Инди-пикник. Готов посмотреть, там будет много всего не менее интересного, чем у больших студий. Как на тени разработчиков все просто. Третий салаш возле столба с осиным гнездом. Позвонить в колокол трижды. Примерно так. Так, едем дальше? Да, наша следующая новость про... Гоночки. Про гоночки, да. Про выпуск игры. Носкар Heat Evolution получит продолжение. Игра выйдет 12 сентября на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Над игрой работает студия Monsters Games, создавшая Носкар Heat Evolution. Изданием игры займется компания 704 Games, известная ранее как... Господи... Decentry Martin Racing. Кажется так? Что-то такое. На самом деле гонки это абсолютно такая своя закрытая каста в рамках игровой индустрии. То есть есть люди, которые умеют их делать, и есть все остальные. И те, кто в них играют. У меня, кстати, просьба сейчас к Диме. Ты можешь найти логотип игры Project Cars? Окей. Я пока расскажу дальше про новость. Собственно, в игре игроки получат улучшенный многопользовательский режим, более глубокий режим карьеры, обновленные треки, дополнительных водителей и другие функции в соответствии с формами, форматами Носкара 2017. Студия 704 Games во второй раз выпускает игру, сотрудничая с Toyota, официальным партнером Носкар. И до 19 мая плаконники смогут выбрать водителя Toyota, которого они хотели бы видеть официальным листом игры. Благодаря Toyota игроки получат дополнительный внутриигровой контент. И вот... Возможно, лучшая рекламная игра из тех, что существует. Ну, на самом деле... Мне понравилось одно замечание к этой новости. То есть сейчас можно посмотреть вверху новости на логотип игры на Носкар Хит 2, а можно еще посмотреть на логотип игры в Project Cars. И они такие похожие! Прямо. Слушай, я... Вот, смотри, ну, это сейчас Дима нашел на черном фоне, она есть на белом. То есть она на белом прям... Ну, слушай... Он другой нашел, Дим, ты другой нашел логотип. Project Cars просто, ты вторую часть нашел. Окей, Лей. Короче, неважно, они очень похожи. Лей. Знаешь, в чем проза жизни? Да. Если логотипы закрыть и показать тебе просто фотажи из игры, мне кажется... И игру перепутаю. Да. Фотажи. Мне кажется... На самом деле, Носкар это те гонки, когда по кругу гоняют, не только. Я не очень разбираюсь, но, по-моему, это целая лига там своя какая-то, целая индустрия. Вот, ну серьезно, вот Дима нашел старый логотип и действительно... Ну, нет. Смотри, они эти три полоски сдвинули. И их четыре тут. Ну да, это вот сейчас опять что-то на бежемом, есть на белом и более черными цифрами. Но они реально, даже по шрифту я сидела, смотрела вчера такая... Ээээ... Вот. Гоночки, которые мимикрируют под гоночки. В каналы стрейк. Гонки-мимики. Мимики. Мимики. На самом деле, вот насчет партнерства с Тойота, я помню где-то... По-моему, из начала 10-х годов история была, что тоже какой-то крупный бренд, крупный автопроизводитель заключил контракт с разработчиками гонок. И фишка была в том, что из-за этого в игре практически полностью отсутствовала модель разрушения автомобилей, потому что бренд не хотел, чтобы его машины ломали в игре. И вообще, что можно было бы показать, что вот наши машины так просто ломаются, и вообще это небезопасно. При этом, по-моему, это довольно такая распространенная тема, то есть не единичный какой-то случай, но этот мне прям запомнился. Да, логотип намекает на коробку карандашей, радугу, все что угодно, кроме гонок. Да. Так, 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 Apple на них нет. Так, я не знаю, к чему этот вопрос, но, Дима Шапилев, ты был в школе отличником, Дима? Ну, ты похож. Нет, я был всегда хитрожопым хорошистом, которому по-хорошему надо влепить трояк, но глаза кота в сапогах. Вот. Так что вот так. Ты просто похож на типичного, но отличника. Это заблуждение. Я умею производить ложные о себе впечатления. Едем дальше, и дальше, к сожалению, резкая смена тона, потому что новость не очень хорошая. Ушел в жизни актер Джон Сайган, который озвучил Солидуса Снэйка в Metal Gear Solid 2. Ну, на самом деле, это лишь одна из тех ролей, которые имеют отношение к игровой индустрии. И так-то это был один из ведущих актеров озвучания, с которым, ну, не все российские игроки, к сожалению, знакомы, спасибо локализации. Он, например, принял участие в озвучении Mafia 2, Mafia 3, вот, фактически, последняя работа. Broken Age Тима Шейфера, Star Wars Shadows of the Empire, ну, и также мультфильмы Головоломка, Лорекс, Валли и Вверх. Ну, тут уж точно российские зрители, наверное, не знакомы были. Вот, при этом близкий друг актера, вот, Майкла Читлиса, которого многие могут знать по сериалу Готэм, вот, и фильм «Фантастическая четверка», вот, тоже отписался как раз. Он, фактически, и сообщил о том, что его лучший друг ушел из жизни. В общем, нерадостные новости. Это печально, 63 года, это еще очень мало. Рип, рип, солидус, снейк, да. Так что, вот так. Ну, давай, наверное, как-то аккуратно перейдем к следующей новости. Про закрытое бета-тестирование Lowbreakers, которое как раз начнется на этой неделе. Если кто не знает, то Lowbreakers — это новый проект Лифа Ближинский, идеолог, создатель, ну, фактически, отца Gears of War. Чувака, который придумал прицепить бензопилу к пушке. Вот, это фактически как-то так получилось, что прямой конкурент, наверное, Quake Champions, потому что это та же самая фактически игра, но с видом… Quake Champions? Ну, фактически, потому что это олдскульный, хардкорный, ультра-быстрый, ультра-прыгучий шутан. Ну, насколько я понимаю, это не просто шутан, это, по-моему, командный шутан. Это командный шутан, да. Я когда смотрела скрины, когда смотрела видео, мне больше показалось, что это серия в духе «А, популярный Overwatch, давайте все делать командные шутаны!» Отчасти да, отчасти да, но не стоит забывать, что как бы и Quake Champions, ну, признаем, это не избежало влияния Overwatch на себя. То есть, тоже герои со сверхспособностями, это, ну, понятно, что не Overwatch это изобрела, но, так или иначе, это чистейший прелесть и чистейший образец. В Low Breaker же в самом названии заложена суть, потому что есть две команды – Low и команда Breakers. Серьезно. А я думала, что это просто те, кто нарушает закон. Да, нарушители закона, но есть команда «закон», есть команда «нарушители». Ну, в общем, короче, контр-страйк. Контр-страйки. В общем, да, дата закрытого бета-тестирования объявлена на 18 мая в этот четверг и продлится до 21 числа. В рамках ЗБТ игроки смогут получить доступ к новому герою – в рейв, пригучему кибернетическому ниндзя. Ты знаешь, когда я слышу эти слова «пригучий кибернетический ниндзя», я думаю, не только у меня, а у многих представляется совершенно другой персонаж. Да, Гензи, Гензи, мотиву. Персонаж, который может замедлять время и носить удары взрывающимся ножом. Автор добавляет картер-реактор, режим Blitzfall и новые возможности по кастомизации. Также исправит баги и внесут небольшие изменения в геймплей. Если вы уже принимали участие в альфа-тесте, то автоматически получите приглашение и на этот этап тестирования. Остальным же нужно оставить заявку на официальном сайте, ссылка есть у нас в новостях. Ну вот, да, можете оценить вообще, то есть, насколько... Теперь уже можно будет сравнить непосредственно. То есть, Quake Champions, я все-таки считаю, что это все-таки на ту аудиторию ориентированно. Ну, потому что кровь-кровушка, прыжки по прыгунчике, вот. Ну, ты знаешь, я не очень, если честно, верю, потому что, как-то, если ты говоришь, что игра действительно напоминает Quake Champions, я думаю, все-таки большая часть игроков, скажем так, останется верной этой игре, останется верной известной франшизе. Вот, и мы вполне возможно сейчас наблюдаем то же самое, что было ровно год назад. А именно Overwatch и, прости господи, Battleborn. То есть, жива-нежива она там. Которая от гирбоксов. В общем, мне все-таки кажется, что вот эта игра, знаешь, между Quake Champions и Overwatch, я не уверена, что она сможет найти какое-то свое стабильное место. Ну, посмотрим, она вообще, я не уверен, free-to-play или не free-to-play, по-моему, нет. Вот, но, может быть, там будет достаточно интересных находок. Я отметил для себя один момент, еще, когда игра, ну, впервые вообще была прям продемонстрирована. Это то, что там в лучших традициях вот этого отечественной мобы Prime World, там зеркальные персонажи. То есть, есть вот команда Low, есть команда Breakers. А, я поняла, скидлен догонисты, да? И у них фактически одинаковые, да, с одинаковыми скилами различаются по внешности, и то не сильно. Вот, так что, а это, на мой взгляд, немножко мэйвитон. Это скучно, да, это как-то... В общем, я не верю. Не веришь в Low Breakers, да. Ну, вот так. А дальше у нас очередные судебные баталии с участием Занимакс. Занимакс. Им мало показалось, что они осудили 500 лямов у Facebook. В результате этого Павел Мерлаки лишился работы, сошел с ума и закосплеил Quiet, из-за... Да, не верю. Разрушили жизнь человеку. Вот, но изначально-то они хотели стрясти с Facebook 2 миллиарда, поэтому ясен пенем мало. И нашли себе новую жертву. Может быть, жертву послабее, а может быть и посильнее, не знаю. В общем, теперь они цапаются с Samsung из-за их Gear VR. Казалось бы, приблуда для мобильника, мобильная виртуальная реальность, такой себе суррогат. Хотя я год-полтора назад, по-моему, щупал Gear, еще на этапе, по-моему, прототипа, до того, как он поступил в широкую продажу. Мне тогда показалось, что это очень даже неплохо. Годная тема, если не брать в расчет тот факт, что телефон нагревается жутко. Это было, кстати, еще до темы со взрывами. Да, то есть, но все равно эта штука дико греет телефон, дико разряжает его. И отсутствие изначально в базовой комплектации какого-либо контроллера и необходимость постоянно косплеить циклопа из Людей Икс. Ну, это же очень мило. Да. Вот. То есть, это были тоже свои такие особенности. Другое дело, что, ну, серьезно, эта штука, в которую втыкается мобилка. И, ну, что общего тут с технологиями, которые Zenimax присваивает себе? Слушай, вот в прошлый раз у них вот история, когда была с Samsung, у них там хотя бы понятно было все же завязаться с Oculus. Да. И там было… Там был сотрудник, который работал раньше в Zenimax, там были какие-то определенные… Там был бэкграмм, да. Там был целый даже список претензий и разглашение NDE, NDE и прочие моменты. То есть, там понятно еще, как бы, откуда может быть утечка, откуда может быть там кража технологии. А здесь как будто бы, знаешь, они уже по списку идут так, что это там, какие еще есть VR-шлемы, до чего еще можем докопаться. Причем, насколько я знаю, вроде как сами Zenimax, они, по-моему, свою продукцию не выпускают. То есть, они работают на технологии и такие… Так, так, у кого еще? У кого же? У кого же еще похожее? Все у нас все украли! Мы еще ничего не выпустили, но все у нас все украли! Вот это меня больше всего удивляет. Ну да, как это… Как там… Гена, все воруют, только ты честно сочиняешь чужое. Вот. Ну, тут с Oculus'ом получилась вся эта тема, при том, что Facebook, в общем-то, не последняя контора. И Цукерберг был очень-очень уверен по поводу успешности процесса. Оказалось, что нет. Несмотря на то, что, да, безусловно, 500 миллионов – это не 2 миллиарда, тем не менее. Мне интересно, а кто дальше? Sony? Мало ли, PSVR тоже что-то украл. Мне кажется, они скоро попытаются патентовать вообще саму концепцию очков, которые ты надеваешь на голову и видишь что-то. Снимай живо, живо снимай. Да, да. Живо снимай, сейчас тебе штраф прилетит. Так, да, вот писали, что сегодня уже нужно быть не хорошим изобретателем, а хорошим адвокатом. Да. Так, так, так. А еще говорили, что, типа, Samsung вполне может их уделать и забрать себе те 500 миллионов, которые они выиграли у Facebook. Причем, опять же, насколько я помню, даже в прошлом разбирательстве, кажется, даже не подтвердили сам факт кражи технологий. У них там был список претензий, связанный именно с бывшим сотрудником, что там нарушение определенных договоренностей. То есть, кажется, даже фактически тогда именно то обвинение, по линии которой они в первую очередь шли, то есть поменяли, заменили на какие-то там другие статьи. А здесь, ну, что-то мне кажется, что у них тоже это получится успешно. То есть, разряда того, когда ты выиграл какую-то драку, знаешь, с кем-то подрался, а задоров тебе еще много. И ты начинаешь реально искать, кто на тебя вообще коспо смотрел. Вот. Так что... Я думаю, что она сейчас испортит просто отношение компании. Я не знаю, когда... Собираются они вообще выпускать шлемы VR? Не собираются, но мне кажется, когда они, конечно, это сделают, то аудитория вряд ли поймет. Ну, скажем так, у них есть разработки в области VR так или иначе, просто потому что уже на этой E3 должны показать Fallout VR. Например, Bethesda, я напомню, в прямом подчинении Zenimax, это ее дочерняя компания. Так что, да. Так что они в области VR копают, но не просто в плане технологии. Да, они, более того, они обещают, все, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, обещают, что это будет, ну, самая жопразрывающая штука, которую вы вообще видели в своей жизни и запомните ее на ближайшие сто лет. Вот как-то так. Знаешь, я поняла, вот в чате говорят, в чем проблема, почему они выпускают шлема, что если они выпустят шлем, то, очевидно, они боятся того, что все конкуренты выдадут на них жалобу, что это в этом шлеме используют наши технологии. Ваши винчики поворачиваются влево, это нарушение копирайта. Ну вот, да, примерно из той же оперы. Так, да, шлемы VR зачем выпускать, если можно рубить деньги в судах? Да, именно так. Да, беседка дочерней компании Zenimax. Совершенно верно. Zenimax больше и жирнее. Насколько я знаю, сама Zenimax принадлежит какой-то другой... Arkane Studios или Arkane? Нет, Arkane принадлежит беседке, как раз это обратный пирамид. Подожди. Нет, Zenimax, по-моему, да, входит в какой-то медиаконгломерат, но все западные корпорации, так или иначе, они выстроены по принципу матрешки, то есть... Кто, кто? А, да, это Zenimax купила компания Arkane Studios. Да, и у Zenimax, собственно, в подчинении находится Bethesda, у Bethesda находится и id Software и Arkane. Это из тех, что самые такие громкие. Здесь немножечко другая структура указана, но не суть. Ну, в общем, да, там и и в Север, и Bethesda, и много-много-много других компаний, полтора десятка. Ладно, пойдем дальше по списку. Давай. Клево-клево новость про LEGO-игрушку LEGO Marvel Super Heroes 2. Да, вчера говорили про анонс, сегодня есть подробности уже. Да, вышел дебютный триллер проекта, который, вернее, будет представлен на следующей неделе. Я просто залипаю на эту картинку, она мне очень нравится. Там такие милые герои. Да. На следующей неделе будет дебютный триллер проекта. Разработчики решили поделиться некоторой информацией уже сейчас. По их словам, игровых локаций будет много. От древнего Египта до Нью-Йорка 1999 года. Да, еще раз по-моему, да. До Скара, место действия комикса Планета Халка. Игроков ждет большой ростер персонажей. Тут вам и Ковбойский Капитан Америка, и Гвен Паук. Спайдер Гвен, я обожаю Спайдер Гвен. И Человек-паук 2099, и, конечно же, енот-ракета. Я там вижу не только енота-ракеты, но еще и маленького груда за этим енотом. Спайдер Гвен самый захайпанный персонаж, наверное, в истории комиксов десятых. Серьезно, я не видел ни одного. При том, что это, казалось бы, один из таких, знаешь, это параллельная вселенная. Обычно герои параллельных вселенных, они широко известны в узких кругах, и то не всегда. Спайдер Гвен стал настолько популярной, настолько пришлась по вкусу, что ее переместили, по-моему, в общий канон. Она принимала участие в Спайдер Версе, вот что-то такое было. Ну, потому что, да, потому что эта девочка играет на барабанах в девчачьей рок-группе Мэри Джейнс, и Человек-паук ее друг Ботаник без силы. В общем, он там погибает потом. Вот, и вообще все любят Гвен Стейси. Ну, это вообще очень удачный микс. У нее еще сам дизайн персонажа просто, на мой взгляд, самая удачная из всех Спайдер костюмов. Хоть так лично, лично по моим предпочтениям. Она есть еще и в мультсериале, господи. Да, ты не видел? Нет. Я не слежу уже за Ultimate Spider-Man, который... Я уже забила просто стрим по LEGO Marvel Super Heroes 2, и я обязательно приду на него в костюме Гвен именно. Вот. Ведь, между прочим, многие... Ну, если мы не будем других планов на 14 октября. Ну, вот так. Загадала. Ну, просто... 14 октября я... Нет, ну, мало ли. Может, что-то будет. Может, там, Игромир поставить. Все даты. А может, мне к врачу надо будет пойти. Ну, кстати, есть не только Spider-Gwen, есть еще и Gwen Pool. Да, я знаю. Но... Тоже, блин... Шизо Тайси. Ну, это уже что-то другое. Давайте, давайте. Гвен Стейси вообще везде. А... Дальше... Йоу-йоу-йоу. Новость... Ну-ка. Новость про игру, которая может... Да, ну-ка, давай. Да. Потому что разработчики легендарной Parappa the Rapper вышли на Kickstarter с новой компанией. Они готовят Project Rap, Rabbit. Yeah. Это будет игра, по сути, наследник Parappa the Rapper. Если кто не в курсе вообще, о чем идет речь, это, по сути, первая ритм-игра вообще. Она вышла тогда на PS1. Угу. Она изобрела, по сути, весь жанр, который мы потом видели. И в Guitar Hero, и во всем прочем. То есть все то, что касается жмакать на кнопки, когда показывают индикатор, это все оттуда. Вот он, лучший рэп-коллектив России, да. Между прочим, Parappa the Rapper недавно перевыпустили. Сделали ремастер. Она выглядит, кстати, очень круто изначально, потому что она в такой бумажной стилистике. Вот. Здесь фактически будет то же самое, но больше круче модней. И к тому же сочетает в себе стилистику Японии 16-го века. Очень любительный, на мой взгляд. Да. Зверей. И, собственно, хип-хап. По-моему, это какой-то адовый микс, если честно. Заяц, рэпер из средневековой Японии. Это как гей-ниггер из открытого космоса, да. Но милее, я думаю. Нет, мне кажется... Блин, знаешь, что мне напомнило сразу? Второй вариант милее. Блин, мне это напоминает сразу аниме-сериал Афросамурай. Вот тоже сочетание хип-хопа и чего-то вот такого. С аниме вон с Вася иди поговори. Ну, вон с Вася иди поговори про свое аниме. Про эти ваши китайские порно-мультики, да? Не знаю. Мне вот само название игры напоминает совсем другую старую игрушку. Джесс Джек Рэйббит. Ну, название похоже. Здесь Рэп Рэйббит, здесь Джек Рэйббит, Джесс Джек Рэйббит. При том, что я как бы... Я именно что предполагаю, что, может быть, фанатам игра зайдет, и всем тем, кто, может быть, как-то позитивно относится к хип-хопу, я потому что к хип-хопу не отношусь никак. Мне кажется, всяким умничникам тоже зайдет. Я... Как это поется? Too white and nerdy. То есть я слишком белый и слишком задрот для этого дела. Вот. Ну, давай двигаться дальше. Авторы Paragon рассказали о новом персонаже Искре. Студия Epic Games показала новый ролик Paragon и подробно рассказала о героине телепатки Искре. Девушка может устанавливать мысленную связь с союзниками, что позволяет ей восполнить их здоровье. В случае опасности Искра может протянуть игрока и повторно активировать способность. Псионная вспышка может ослаблять врагов и одновременно наносить им урон, а силовой луч способен значительно замедлить неприятелей. Самая мощная способность Искры – это гиперзаряд. Она же заряжает героиню и ее напарника энергией, увеличивая при этом скорость передвижения и атаки. Напомним, что Искра будет уже доступна владельцам ПК и PlayStation 4. Девушка стала частью крупного обновления «Эра интеллекта», которая изменила характеристики героев, обновила интерфейс, изменила существующие карты и ящики с добычей. Надо сказать, что героиня выглядит очень привлекательнее. Мне вот своим видом, в первую очередь, очень сильно напоминает «Сомбру» и немножечко «Ситару» из Watch Dogs 2. Чуть-чуть. Да, вполне возможно. Она к тому же музыкальный критик по лору игры. Это весьма забавно. Кстати, у нас появилась в чате замечательная рэпчина про нас, но я не буду ее зачитывать ввиду полного отсутствия скилла. Позориться не хочу. Вот-вот. Вот-вот. Оно. Это нужно Васе, опять же, на помощь. Да. А Вася у нас читает? Вася, ты читаешь рэпчик? Да, он может. Я видела. Я видела. Вот. Так что вот так. Я рожая девушка, косплей енота, мужики не подходят, а выпить охота? Ну, это погоня за рифмой. А ты не косплеишь енота. Ну, имеется в виду… Это не то, что меня задело в этой фразе. А. А. Ну, как бы… Я не пью. Это зря. Вот. Насчет Paragon вообще давно приглядываюсь к этой игре. Ну, потому что, в общем-то, Epic Games как раз создатели все тех же Gears of War, как и Клифф Брезинский. Заметьте, вот фактически вся команда ответственная за Gears of War, все ее основатели ушли сейчас вот в этот мультиплеер, будь он не ладен. Я просто одиночник, кто помнит, тот знает. Вот. Смотрю на Paragon, и, в общем-то, оно прикольно. И, в общем-то, герои все выглядят сочно, колоритно, харизматично. Но, я боюсь, не слишком ли моба? Ну, выглядит просто реально как Smite. Ну, это и есть моба. В смысле, не слишком ли моба? Не слишком ли моба моба? Не слишком ли моба моба, да. Ну, прям вот… Вот так. Ну, не знаю, мне тоже кажется, что игры не какой-то такой своей особенной фишки. То есть, конечно, выглядит привлекательно, симпатично, но вот… Какого-то такого вау-эффекта я пока не вижу. Угу. Так, так. Угу. Угу. Это и есть моба, но она круче Smite. Может быть, может быть. Со Smite имел общение, но очень недолго. Я пока скажу кое-что для нашего чатика. Ребят, вы немножечко подождите, и будет вам русский рэп. Чуть-чуть подождите. Чуть-чуть. Вы просто не переключайтесь, не переключайтесь, и у вас… Это угроза? Да, это угроза. Это прям, да. Типа, ребят, доиграйтесь. Да сейчас доиграйте, сейчас вам будет русский рэп скоро. Вот. Между тем, и между этим, тут Capcom презентовала трейлер обновленной версии для PS4, все той же Resident Evil Revelations, родом с 3DS. По-моему, одна из самых успешных игр для 3DS в принципе. Что можно сказать? То, что до выхода вообще Resident Evil 7, это была одна из самых вот трушных игрушек из серии вообще в последние годы. просто потому, что в отличие от пятой и шестой части, которые просто перли в Call of Duty, в экшен, взрыв, разнесло… Гигантских роботов не хватало. Да, тут здесь все-таки больше какого-то хоррора, больше вот этого нагнетения. Во-первых, и локация интересная. Это гигантский корабль, в котором есть и залы… А-а-а, бедный Джилл. В котором есть и залы, как в первом Резиденте, и вот такие вот всякие узкие стрёмные коридоры, и монстры, которых вот, как видите, хрен расстреляешь. Борис, хрен попадешь, да. Вот. Игра настолько придвинулась фанатам на портативке, что, собственно, они тут же затребовали ее переноса на большие консоль. Потом она вышла и на ПК. Да, вообще игра сейчас есть уже реально везде, даже на Wii U она была. Вот. И вот добралась до PS4. Что хочешь сказать касательно внешнего вида? Для проекта родом с 3DS, прости господи, выглядит потрясающе. Но они провели достаточно большую работу над улучшением графики. Особенно, да, особенно это видно по освещению. Работа с освещением видна прям вот… Знаешь, с тобой не все согласятся. Вот если посмотреть комментарии к этой новости, там люди писали, что? Да ничего не видно. Дальше темнота. Почему везде темно? Это хоррор! Почему везде темно? Это хоррор! Это хоррор! Сурвайвл хоррор! Внимание, это все графика 90-х годов. 90-х годов, понимаешь? Ну, то есть, в общем, всегда найдутся люди, которые хотят… Почему темно? Почему у Red Barrels никто не спрашивает? А чего у вас так темно? А чего? Аутластом. Которые не видно, вообще не понимаю. Нет, ну это так. На тему того, что в интернете найдутся критики, мне кажется, вообще на любое. Обязательно. А так выглядит, конечно, очень привлекательно. Ну, извините. То есть, да, для порта с 3DS выглядит она божественно. Безусловно, как игра на PS4, безусловно, нет. Безусловно, она… Ну, на третьей плойке многие игры выглядели лучше. Ну, извините, на исходе третьей плойки вышла The Last of Us. Так что, да. Но для поклонников, которые скучали вот по такому олдскульному резиденту, и для которых, которые не нашли вот этого шарма прошлых частей в седьмой части, а я считаю, что его там много, то, да, пожалуй… Ну, слушай, седьмая часть очень сильно отличается от всех предыдущих и… При этом она больше резидент, чем последние два или даже три резидента. Я настаиваю. Вот. При этом, да, вот теперь можете ознакомиться с Revelations первой частью, потому что вторая уже… Ну, слабее гораздо. По многим параметрам. Вот. А это вот именно такой олдскульный резидент. Вот, посмотрите, даже вот такие вот коридорчики, прям как будто из-за цепняка первой части. Вот. Так что, да, ждем релиза. Ревелиза должна уже выйти в Европе осенью текущего года. В Японии уже, кажется, уже 31 августа. Дату, скорее всего, уточнят на Е3. Вот. Вон даже в чате сейчас находятся люди, которым совсем не по душе пришлась Revelations, хотя… Не смог пройти этот Revelations. Обожаю всю серию, но это реально отстойная часть. Вторая вот крутая, не слабее вообще. Ну, я ориентируюсь в данном случае как раз ориентируюсь на общий тренд. То есть критиков. Ну, я говорил, да, вначале, что не доверяю критикам, но вот в данном случае как раз… Дима такой противоречивый. Я весь, да, я весь такой внезапный. Про тебя уже говорили, что ты мимик, что ты мимикрируешься под ботана. Я в 90-е и других детей палкой бил. Откуда мне знать, какая там была графика? Прекрасный комментарий. Я много играл в 90-е. Давай дальше. Ей. Переходим к игре Get Even. Студия The Farm Festival Попликовала закулисное видео нового БВК. В ролике сценаристы рассказали о процессе написания истории, а также предположили, как пользователи смогут реагировать на игру. По словам авторов, игроки будут пытаться собрать кусочки мозаики вместе, чтобы понять, что вообще происходит в игре. Но при этом они не всегда будут знать, какие именно решения оказываются важными для дальнейшей истории. В течение почти всей игры игроки не будут понимать, что творится вокруг, а финал обещает расставить все по своим местам. Напомним, что игра выйдет в продажу 25 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Ну, как бы, тут намерения, безусловно, благие. То есть я очень люблю твистенды. И давненько не встречал достойных. Другое дело, что делать максимальную ставку, то есть all-in на концовку, не то чтобы абсолютно правильно, потому что до концовки надо еще дойти. Игра должна увлечь сразу. Выдавать, знаешь, непонимание, что происходит в игре, состояние вот этой конфузы, выдавать главную фишку, это тоже такая не самая отличная идея. Нам когда-то Олег Чем Де все звенел в уши всем, тоже до кого могут оттянуться, что The Evil Within, да там в конце, да так все стройно, да так логично. Сколько людей дошло до конца The Evil Within. Сколько дропнуло игру из-за того, что она тупо неудобная, раньше, чем началась даже вторая половина. То есть он безумный фанат этой темы. Но The Evil Within опять же, то есть да, окей, сюжет, да, хорошо, концовка, да, твист-энд, но до него надо добраться. Так что посмотрим. На самом деле сам проект интригует. Интересная еще деталь, то что вот эти сценаристы, которые рассказывали про то, как они вообще молятся на свою концовку, как им не терпится увидеть реакцию игроков, они до этого работали на реалити-шоу известного британского иллюзиониста и, собственно, занимались придумыванием различных трюков. различных таких пранков, подстав. То есть у них вот такой бэкграунд. Ну, надеюсь, что головоломки в игре будут интересными. Как раз вот дурить людей, как бы они, наверное, умеют. Слушай, ну, это техническая часть, а сюжет на этом очень разные вещи, но посмотрим, что будет. Хотя, конечно, такая подача, что вы нихрена не поймете. Не знаю, звучит не очень верно, что ли, не очень верно подачей. Да. Ну, посмотрим. Это, во всем случае, должно быть нетривиально, как по геймплею. Я пока видел только вот эту тему с ориентированием при помощи мобилочки. И это у меня вызвало только одну ассоциацию. Это весьма посредственный Daylight. Помнишь, процедурный хоррор? Ну, я знаю, что такое Daylight, да. Ну вот, и там тоже ведь было, через мобилочку вот это просто ориентировалось. Ну, то есть, это просто ассоциация, не имеет ничего общего, тем более, что никакой процедурной генерации уровней в GTV не предвидится. Нет, тут только все волею нарратива, но просто вот первая ассоциация. Да. Ну, нельзя так делать, когда говоришь что-то типа, у нас там такое, такое, и сразу эффект пропадает. Ну, вот о том и речь. То есть, если действительно там будет какой-то загадочный твист, то лучше дождаться, пока игроки сами до этого дойдут. Самый лучший твист тот, о котором ты не предупрежден. Собственно, в этом и фишке. Неожиданный поворот, когда оп, оп. А тут как бы звучит и громко, и непонятно. И сейчас такое спадающее, что вы не будете разбираться. То есть, сразу игроки так, знаешь, как будто бы настраивают игроков против. Ты еще в игру не запустил, а тебе говорят, что типа, ассоциация не поймешь. Ты такой думаешь, что? Нет, а ты, как правило, ты вот, я, например, когда вот чувствую, что меня ведут к какой-то развязке неожиданной, я, будучи чуваком довольно насмотренным, сразу вспоминаю там всякие предыдущие такие концепции неожиданных поворотов. Типа, ммм, что мне могут предложить сейчас? То есть, убийца-садовник. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Что ты делаешь все равно, ладно. Вот. Типа, ну вот, вот этот чувак мелькал на экране, не сыграл в сюжете какой-то значимой роли. Наверное, он убийца. То есть, реально, я просто дурал, из-за этого смотреть не могу. Вот. Так же, вот, например, в «Завете» у Ридли Скотта, там тоже есть как бы неожиданный финал и как бы твист, на котором тоже во многом построен фильм, который читается, ну, опять же, вот так вот. Так что, ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, может быть, там действительно будет что-то такое, что нас порвет. Наверняка, когда выйдет, поиграем. Гоу дальше. Гоу дальше. Гоу дальше. А дальше у нас Кроссаут. Кроссаут, Кроссаут. Который в скором времени, тут немножечко некорректно поясним, в скором времени выйдет в ОБТ. Это важно. Это будет не релиз, это будет ОБТ. И все это время Кроссаут с момента своего анонса находился в состоянии закрытого бета-тестирования, которое также как-то на ранних этапах носило название вообще Battle Test. Вот. И вот уже 30 мая выйдет в открытый доступ. Все желающие смогут с нею ознакомиться. Вот. И наконец-то в игре, собственно, появится, может быть, нормальный матчмейкинг. В частности, из-за того, что сейчас пока игра подселяет часто ботов и совершенно разных по уровню игроков в один матч. Просто из-за того, что их не много в закрытом бета-тестировании. Я удивилась в комментариях от Мельника. Ура! Мельник, ты правда радуешься? Ну, на самом деле, когда-то Кроссаут была довольно громким анонсом. Гайдзин очень быстро, кстати, подсуетились, потому что анонсировали ее как раз на волне хайпа по дороге ярости. Безумному Максу. Вот. При этом проект уже какое-то время находился в разработке. Арты вообще к нему немножечко врут. Арты вообще такие сочные, солнечные, пустынные. Пустынный. Пустынный. Классический пустынный пустынный. Классический пустынный после апокалипсиса. А на самом деле там такая милитарная тематика усочная. На самом деле все более... Вот Федя Кокарев жалуется, что там все именно как-то вгоняет в тоску. Скажем так, ее делали Targum Games, которые до этого создали такую, в общем и целом, любимую в народе, не любимую совершенно мной, серию Ex Machina. Там, где ты на грузовичках гоняешь по какому-то постапокалипсису тоже под такое generic country. Вот. При этом, знаешь, создается впечатление, как если бы Штаты снимали где-нибудь под Тулой. То есть тебе изображают Америку, но она почему-то так похожа на российские деревни. Вот. Не знаю, у меня вот лично Ex Machina... Не обещай, когда наоборот, когда показывают в играх Россию, она выглядит как такое типичное американское захолустье. Вот. Нет. Ex Machina меня лично гоняла в тоску. Вот. Но если вам нравится Ex Machina, то скорее всего Crossout тоже может зайти. И она изрядно изменилась с момента вообще первых батл-тестов. С того момента, как я в нее собственно играл, она изрядно изменилась. К тому же сейчас вот уже ввели гоночки. И... То есть теперь в игре есть гоночный режим. Вот. И... Новость-то вообще про... Про что? Про то, что ранний доступ именно что в ОБТ владельцы Sony PlayStation 4 могут получить по сути уже сейчас. Для этого нужно... Просто купив его. Купить один из эксклюзивных наборов в сервисе PS Store. Вот. Хотите протестировать нашу игру? Купите доступ? Ну, она на самом деле платная. Она не free-to-play. Нет, я понимаю, но... Я не уверен, что она будет вообще free-to-play, хотя было бы странно. Все прочие проекты... А? Будет. Будет? А, ну хорошо. Хотите протестировать нашу игру? Купите доступ? Да. Да. Закрытый батл-тест, сейчас мы шестой его продаем. Ну да, да. Закрытый батл-тест платный. В ОБТ уже, наверное, все желающие... Не знаю, я не считаю правильным продажу закрытого БТ-теста. Серьезно. Вот совсем не считаю. Если хочешь, чтобы она разбивалась и в итоге вышла, то, в принципе, нужно пошли разработать. Ну да, да. Какой же. Ты же с ними покупаешь или что вообще? Нет. Вот. Шоу, спасибо. Она одна. Мне их дорит. Так вот, кстати говоря, сегодня должна как раз появиться у нас на сайте статья за авторством все того же Федя Кокарева, который как раз поведает нам, готовы ли кроссаут, по его мнению, к открытому бета-тестированию. Так что вот так. Едем дальше. Мне кажется, если они еще немножечко будут тянуть выходом в релиз, то это уже никому не будет интересно. Да. Ребята, я придумал выпуск в стиле рэп-опера с вами в главных ролях. Поздно. Аня Прославец уже со вчерашнего дня горит идеей просто одержимо поставить мюзикл по истории игромании. Рэпчик, да? Нет. Мюзикл. Мы уже пишем либретто. Так что да. Ой-ей. 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 Да. Я сначала подумала, что речь вообще еще про рэп. Думаю, рэп-мюзикл по игромании мне прямо аж стало почти плохо, сердце прихватило. Ну, рэп-мюзикл, я знаю, что в России был уже рэп-мюзикл, назывался он, дай бог поймите, копы в огне. Ну, вот вообще очень в тему следующей новости. Да, как раз. Ребят, кто хотел послушать русский рэпчик? Сейчас, подождите, ща минуту, ща минуту. В общем, авторы игры BitCop, которая вышла достаточно недавно, перевели наконец-то игру на русский язык. Компания Совклаб и Eleven Bit Studios объявили, что игра, симулятор копы которого подставили, получила наконец-таки русскую локализацию и уже доступны владельцам ПК и МАК. В честь этого события авторы выпустили музыкальный трейлер, созданный специально для российских игроков при участии игромастической рэп-группы... I-L-W-T... Подождите, вот у меня просьба. Дима, а можно включить звук? Это же слышать надо. Да, это суровая рапчина. Дим? Это слушать надо. Вот давай на начало. Там короткий ролик, всего полторы минуты. Давай на начало и со звуком. Заранее извиняюсь за кровь из ушей. Да, это я сейчас немножко позорюсь, но в принципе нашим не привыкать зрителям то, что они знают, что я иногда смотрю российский сериал. И это вот, да, напоминает примерно то дерьмище, которое звучит в начале серии законов каменных джунглей. Ты знаешь, из серии вот типа хотели сделать как ОСТ к Ночному дозору, а вышло что-то как-то не очень бездушно. Ну, из видео к Ночному дозору это еще тогда на объеке популярности группа Умма Турман. И это был не рэп, это был, прости господи, рэп-кор. Ну, по стилистике на самом деле очень похожи вот на это, но только там все-таки было... Клевый рэп, он прямо в голову транслируется, да. Я даже биты чувствую. Давай дадим послушать Я пытаюсь сказать Ч-ч-ч-ч Ч-ч-ч 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 Берёт взятку, и он в курсе всего, что происходит в районе. Дыры, гангстеры, шлюхи, бритоны, рэкет и мафия, круговорот. Но это рутина. Всё простой коп, кругом криминал, продолжается ад. Но Келли узнает, кто виноват. Улики, свидетели, вся чехарда. Преступника схватит закона рука. Но время идёт, и есть главный вопрос. Кто подставил его? Из кого был спрос? Кто за этим стоит? Нам игра всё расскажет. Джер достанет его. Серджа Келли покажет. Решил помочь Копу? Заходи на GOG.com или в Steam Store. С чем лучше знаком? Хочешь с кеме Келли? Выводи его. Ну, вы сами всё это слышали. Ну, согласитесь, очень похоже, но не хватает. Не хватает. Ну, кстати говоря, не знаю. Мне вот тут наш новый сотрудник, как раз Лёва Левин, протрещал все уши про мега-популярный, тоже американский и бродвейский мюзикл «Хамильтон». Про жизнь первого министра финансов США. Это хип-хоп мюзикл, и он собрал какое-то нереальное количество наград. И я ознакомился, при том, что я не люблю рэп, он тоже не любит рэп. Но вот там прям читка, прям чётко каждый слог вбит. Здесь нет. Ну, ладно. Реклама из двухтысячных. А кто-то пишет, а по мне так душевно. Ну, знаете, нет. Ну, в принципе, это, знаете, лучше, чем многие такие бездушные какие-то анонсы или пресс-релизы, когда, знаете, просто писают при факте, ну, вот у нас игра, выйдет тогда-то всё, то есть без какой-то фишечки. То есть здесь, конечно, ребята попробовали в творчестве, в принципе, даже может улыбнуть. Но, конечно, в музыкальном плане можно было бы ещё чуть-чуть заработать. Но, неважно. Сама-то игра, на самом деле, достаточно интересная. И я вот тоже очень хочу поскорее её пройти. Причём ценник у неё вполне доступный, на мой взгляд. Ну, это Индия. Из Индии было бы странно, если бы нет. Ну, знаешь, всякое бывает в нашем мире. Я видел Инди-игр там по тысяче и более. А здесь как бы 350 рублей за нормальный такой проект. И, наконец-то, на русском. Теперь можно пройти спокойно. Однако эффект получен, реклама есть. Да. Какой-какой мюзикл я погуглю? Называется Гамильтон. Хэмилтон. Вот. Про Джона Гамильтона как раз. А, нет, не Джона, прошу прощения. Александры. Александр Гамильтон. Вот. Между тем, любимые многие, многими и мною в том числе Ninja Theory продолжают рассказывать про то, как они ваяют свой новый проект Hellblades. Send Your Sacrifice. Потенциально очень-очень-очень интересный. И совершенно не похожий ни на что из того, что Ninja Theory делали до этого. Да, проект вообще очень необычный, если честно. Его даже с чем-то сравнить в принципе. Вот по его стилистике. Да, ну, его, наверное, с первых анонсов его, наверное, можно было принять ошибочно за что-то около Horizon. Ну, да, я тоже хотела сказать, но... По образу. Но это будет совершенно не так. Это будет... Ты знаешь, что-то еще Dishonored немного напоминает, но чуть-чуть. Да, знаешь, даже... Нет. По периоду это как раз где-то, наверное, в районе For Honor. То есть это такое раннее-прираннее средневековье. Судя по всему, действие происходит где-то в районе Шотландии. Нет, ну Horizon... Ой, нет, Horizon понятно. Почему напоминает Dishonored, напоминает, знаешь, по мрачности, по графической составляющей. По мрачности это будет еще дальше, потому что главная героиня у нас поехавшая. Причем это исходно. То есть с этого начинается игра. Главная героиня Шизоид. Просто смотришь на нее и сразу видишь Шизоид. И у нее голоса в голове. И разработчики как раз хотели показать как-то голоса в голове оригинальным образом. И поэтому решились на очень дерзкий эксперимент вставить в окружение, в 3D, живую съемку. То есть вплести каким-то образом это виртуальное пространство. И искали кучу разных способов. И ни один из них не работал. Они делали, блин, запись с вебки. Реально, запись с вебки вплести в игру. Не получалось. Много шума, много пикселей. И пробовали гринскрин. Тоже не канает. В результате долго-долго надо всем трудились. И таки получилось. И фишка в том, что вот когда-то ведь был такой, например, довольно странный фильм. Назывался «Война миров бессмертные». Французский. И вот там как раз соседствовали в одном... Не видела. А? Не видела. Но там в одном кадре соседствовали живые актеры и компьютерная графика. Фишка была в том, что это начало нулевых. И выглядело это ну очень странно. А сейчас... Слушай, в начале нулевых немало было таких фильмов, в которых соседствовали компьютерная графика. Нет, фишка в том, что и одни были люди, и вторые люди. То есть живой человек рядом с нарисованным человеком. Когда еще не было возможности реалистично нарисовать человека. Вот. И вот... Блин, помнишь недавний ролик стрейф-реклама? Угу. С живыми актерами. Я там типа он выбирает между девушкой и живой. Да, да, да. Вот смотрелось, ну чуть лучше, чем это. Вот. А сейчас ведь все наоборот. Сейчас наоборот. Компьютерный герой рядом с живым человеком. Что живой человек выглядит как нечто непонятное. Ну, знаешь, нечто непонятное. Просто заметна разница между ними. Да, но здесь это сделано специально, сделано намеренно, чтобы действительно призраки вот в ее сознании, вот эти голоса в голове, они материзались. Чтобы они выглядели... Актер такой харизматичный. Если вот смотреть это видео еще со звуком, слышать, какие он там фразы, шутки выдает. Прям очень талантливый человек. И вот здесь это сделано специально, чтобы они смотрелись как-то иномирно. То есть... Темная века, жечь ведьм, религиозный воин. Что это, жечь? Никто не прицепится к революции анимации, если ты снимешь настоящих людей. Ну, нет. При том, что, кстати говоря, при том, что у них технологии захвата движения и лицевой анимации, по-моему, одни из самых вообще прокачанных на сегодняшний день. Музикл-игромания, Лей Радна, Дима. Дима, ты занял мой стул. Иди отсюда, проклятый самодур. Ох, какая... Рипочка! Ха-ха-ха! Одна из первых арий, точно. Вот. Вот. Ну, в любом случае, проект обещает быть... Вот это, кстати, момент еще очень-очень милый. Да, 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 да. Не, ну тут мужик мне больше понравился. Он такой просто... Вообще, видно, что во время работы над игрой все выкладываются искренне и всем весело, всем интересно, все заинтересованы в том, чтобы сделать оригинально, чтобы сделать круто. Это обнадеживает. Я очень надеюсь на коммерческий успех Hellblade, просто потому что Ninja Theory действительно одна из самых недооцененных, по-моему, студий вообще на рынке, потому что какая игра у них не выходит, обязательно получает отличные оценки у критиков и проваливается с треском по продажам. То есть, особенно мне обидно за DMC, мне, потому что DMC действительно очень нравится и очень мне дорога. Слушай, но эта игра, я думаю, вот у нее, как я говорила, то есть у нее есть своя фишка, то есть я думаю, у нее получится все-таки найти какое-то свое место. Она отличается от других проектов, ее сложно с чем-то спутать, так что думаю, на нее можно будет обратить внимание и люди это сделают. Вот, давай и двигаться дальше. И немножечко онимешность. О, не омэ. О, не омэ. One Piece Ultimate World Red Deluxe Edition выйдет на ПК и PlayStation 4 в августе. Компания ByDineUpk объявила дату выхода европейского релиза приключенческого экшена по One Piece. Игра станет доступна пользователям Steam и PS Store 25 в августе. А вот Switch-версия поступит в продажу немножечко позже, в сентябре. Обновленная версия игры будет работать при 60 кадрах в секунду на всех трех платформах, а игроки получат доступ ко всем 40 дополнениям для оригинальной игры. Напомню также, что на 3DS, PC3, PlayStation Vita и Wii U One Piece Ultimate World Red вышел три года назад и получила преимущественно... Что вы там шушукаетесь? PC3! Что? Я понял, о чем ты, да. Я тебе об этом говорила? Да, да, да. Вот, 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 да. Я вижу, да. Злобные гоблины там сидят у нас и смеются на тлее. Вот. Опять какой-то файтинг. Ну да, блин, извините, а... Да ладно, что файтинг, опять какое-то аниме. Не люблю аниме. Это, ну, One Piece, на самом деле, это не... Ох, ты ж, боже, что ты мой. Сейчас скажешь, что это не аниме. Со мной такое на Новый год происходит. Вот. One Piece — это не просто. Это аниме, которое выходит уже в течение 18 лет. Что-то так... У тебя так очень... Что именно тебя развесилило? Комментарий или моя ремарочка? Комментарий. Окей. Да-да-да. Это при этом одна из самых культовых вообще вещей в индустрии. Я знаю, она очень популярная. Да, у нас работают как раз вот в Мирфе и по совместительству в редакции нашего принта. Денис Недипович и Жень Загатин. Они как раз верстают сайты журнала. Одному 40, другому 38, по-моему, уже. Они оба просто тащатся по One Piece и смотрели все. Я знаю, я знаю, что она очень популярна. У меня тоже немало друзей, они его очень любят. Я пыталась ее смотреть, но, е-мое, мне настолько максимально не зашло. Это, мне кажется, вот прям и начиная от графики, и просто какой-то вот упортости. Ну, слушай, это конец 90-х, а упортость — это ссоя. Вот именно, блин. Почти 20 лет прошло. Слушайте, дело себе не в качестве графики. Я смотрела немало аниме 90-х годов, которые, ну, они выглядят... У них не самая современная графика, но она более приятная для внешнего вида. А вот здесь у них просто какие-то, не знаю, стрёмно угловатые, выпученные лица какие-то круглые. То есть, ну, здесь вот сама стилистика мне нравится. Дело не в качестве, понимаешь, о чем? Да, я понимаю, есть отличное аниме, прям такой психологический триллер. Я, к сожалению, не помню название. Суть была в том, что там главный герой был в долгах, как в шелках, вот, и ему выпал шанс вообще вернуть себе долги, и он попал на корабль с игроками, где все там вели игру, не помню, то ли в Маджонг, то ли еще во что-то. Маджонг? Да, в том, что ты либо выигрывал и становился ультрабогатым, либо проигрывал и попадал тупо в рабство. А это рабство, там уже были натуральные игры на выживание. Фишка в том, что при том, что это был, в общем, такой серьезный психологический триллер, там у всех были шнобели. У всех были вот такие, знаешь, прям натурально треугольником таким шнобели. То есть все, напомните, кто знает, о чем речь идет. Вот просто вот реально вот таким вот, вот прям вот треугольником четким. Это во многом сбивало весь настрой, да, я тебя понимаю. Но если адаптироваться к этому, то уже начинаешь воспринимать нормально. Да, только остается в твоем упор, то есть это в аниме. Ну, я-я-я, это не моя сфера. Окей, тебе не зашло, не твое. Там попозже будет то, что мне вот реально зашло. Камень-ножица-бумага они играли, да, название не помню. Кайдзе. А может быть и Кайдзе, кстати говоря. То есть, ну, потому что по имени главного героя там. Да, в Камень-ножица-бумага. То есть, при этом там как-то с карточками. Что? Е-фа? Э, да, три-четыре. Цу-е-фа? Черт. Цу-е-фа? Цу-е-фа? Да, блядь. Я знаю тактики. Уволены! Черт. 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 Я просто знаю, да, я знаю, что на первый ход очень многие выбирают камень за счет того, что лень ржимать руку. Знаю, что после этого, соответственно, идут. Ну, короче, есть стратегии, есть, есть эти уловочки. Вот. И Камень-ножица-бумага, на самом деле, гораздо более глубоко играет, чем кажется. Вот. А между тем тут вышел очень такой... Очень, очень интересный материал. Интересный материал. Интересный материал. Там просто драмы, скандалы, интриги, расследования. Уровокационный материал, полигон, полигон, как всегда постарались наши самые поборники толерантности, срыватели покровов и прочего. Нынче выкатили прям гигантскую статью на тему того, почему Valve на самом-то деле корпорация зла. И почему Гейб Ньюэлл, ну просто посмотрите на этого злодея. Посмотрите на этого злого брата Санты. Вот. Не Санты, а Сатаны. Он похож на пожилого Сэма из «Игры престолов». Окей, пусть будет так. Ну да. Блин, это стремная заставка. А ты помнишь момент, когда этот негр повернулся? Нет, не помню. Делали они это видео. Там же сначала был у них ролик, где просто вот нон немножко чуть-чуть боком поворачивается, и все. Все вы знаете эту заставку. А потом они как-то когда-то выпустили расширенную версию, где он наконец-то поворачивается и смотрит в камеру. И это было страшно. Вот, вот. Там он на секунду поворачивается. Когда это появилось, я так подпрыгнула на столе, как думаю многие. Итак, чем аргументирует свою позицию Polygon? Тем, что, по сути, Valve начала Steam как площадку, типа, ну, более удобную площадку, в которой, вот это вот как раз у них была краеугольный камень их маркетинговой компании, то, что пираты это плохо обслуженные пользователи. Типа, человек неудобно покупать игры, человек испытывает какой-то дискомфорт, поэтому он их тупо качает. Вот. Подсадили всех. Ну, вот. И изначально это была вообще система, в случае которой можно было оперативно получать обновление на Contro, на КС. Вот. Но потом интернет-соединение нужно было всем, кто хотел поиграть в Half-Life 2. Типа, подтверждение законности во время инсталляции требовалось даже тем, кто купил и дисковую версию. То есть на тот момент не каждый день. Вот. А мы, согласившиеся на условия Valve ради удовольствия поиграть в Half-Life 2, Team Fortress 2 и Left 4 Dead, уже не возмущались, когда Steam начал контролировать все действия. И между тем, Electronic Arts, которая когда-то основала сервис Origin и начала бесплатно раздавать некоторые игры и некоторые обновления, почему-то очень большую часть публики раздражала. На нее почему-то ругались. Так же, как ругались на потом Uplay от Ubisoft. Короче, поливали их последними словами. Да и сейчас иногда продолжают. При том, что именно Electronic с их Origin начали первыми раздавать бесплатные игры, а по сервису, собственно, в общем-то не уступают тому же Steam. Они еще первые стали возвращать деньги за игры, которые не понравились. И первые стали возвращать деньги за игры. Потому что Valve считает, что каждый раз, когда ты покупаешь игру, как только ты ее запустил, все, услуга оказана. Потом, к тому же потом, Polygon предъявляет Valve то, что они стремятся заработать вообще на каждом. То есть, вспомнить, например, историю, мы ее, кстати, здесь обсуждали с мастерской Steam. Когда независимо от того, типа, они говорят, что мы предоставляем разработчикам шанс, типа, заработать на созданных им модификациях, типа, любой труд должен быть оплачен. Не просто разработчикам, а просто всем модмейкерам. Да, и при том, что от ценника сам создатель мода получает 25%. Это раньше было, по-моему, потому что они стали еще потихоньку подрезать проценты. Да, еще подрезать. Еще жаденый. Отлично. Короче, у Valve на самом деле монетизируется все, но монетизируется хитрым образом. То есть, тот же, все чемпионаты по Dota 2, например, вот, все эти мейджоры, они все финансируются с Battle Pass. И даже с этих денег Valve забирает себе 75%. То есть, 20 миллионов долларов они пустили на призовой фонд, 60 миллионов заработали себе. То есть, с одних только Battle Pass. Да. Вот. И вот Polygon подводит к мысли, что Valve не что иное, как одна из разновидностей цифровых R&Q. Монополист, получающий 30% с каждой покупки. При этом, компания не несет ни корпоративной, ни моральной ответственности. Ввести она позиционируется всего лишь как платформа, что соединяет геймеров с разработчиками. Она готова потратить миллионы на судебные издержки, чтобы не возвращать 15 долларов за игру. Вымышленный гейб, герой наших мемов. Он вам не гейб. Он вам не габен. Во. Это защитный механизм, красивая сказка, которую мы все придумали, чтобы чувствовать себя партнерами самой крупной, самой непрозрачной, лживой, эксплуататорской монополии. И мы знаем в глубине души, что мы его вообще не интересуем. Это, если что, все по мнению журналистов Polygon. Слушай, ну можно поспорить с тем, можно поспорить с тем, что все-таки действительно компания Valve со своим магазином Steam сделала огромный просто шаг в популяризации вообще электронных версий, в развитии данной сферы. Нельзя отрицать, насколько они вообще помогают в самом тоже пиаре, промоушене, игре, особенно не самых, скажем так, популярных. То есть понятно, что там ААА проекты, они и так бы продавались, неважно где, если люди их ждут, хотят, они пойдут купить там, где они будут продаваться. Если же говорить о проекте более скромных или вообще об инди-играх, то здесь, конечно, для них все-таки Valve со своим Steam сделала фактически все, все, что только можно. Просто вот подает на тарелке с блюдечкой, ну да, отнимают значительную часть, но еще что поделать Десу, все в этом мире не бесплатно. Десу, кто-то мне тут про аниме что-то заливал. Ладно, вот. И давай-ка к новостям. Я назвала кошку именем из аниме, между прочим. Классно. И короткая, но важная новость. Давай. Да, окей. Компания Ubisoft наконец-то, боже ты же мой, подтвердила разработку нового Assassin's Creed. Внезапно, вы не ждали, она будет. Да. FACRA 5 и The Crew 2. В своем финальном отчете, финансовом отчете, компания Ubisoft подтвердила наконец-таки разработку этих новых игр. Ожидается, что все они еще в South Park The Frackle Backwall появятся в продаже в течение... Что получилось? О чем они? Я прослушаю. Давай попробую еще раз. Нет. Появится в продаже в течение текущего финансового года, который начнет от 1 апреля 2017 года и завершится 31 марта 2018 года. А новый Assassin's Creed в сеть утекло немало уже информации. Утекло, да. Мы уже говорили о том, по-моему, вчера, что... Все, они анонсировали. Больше неинтересно следить за новым Assassin's Creed. Насколько я помню, вчера должна была быть новость о том, что все эти вот слухи, анонсы, утечки, собственно, сама компания Ubisoft выпускает. Ну, ходи, да, если что, это типа маркетинговая стратегия. Да, Far Cry 5, если верит другим слухам, расскажет историю, посвященную Дикому Западу. Впрочем, подтверждения этой информации не нашлось. А новой... А новой игре в South Park неизвестно ничего нового, кроме того, что игру несколько раз переносили. Че? А игры за Crew известны еще меньше. Вероятно, обо всех этих играх мы услышим в рамках выставки E3. Я ненавижу своих коллег. Вот, они, да, они этому рады. Для них это все вкусно. Вы разгадали тайну названий игр, ну почти. Злобные, 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 мерзкие гоблины. Ты чат читаешь, нет? Читаю. Вот так тебе чат. Да. Так я не только про вас. Злобные у нас вообще не ошибки. Да, знал я одного парня, который читал Far Cry как в Far Crew. Ну... Ну ладно. В этом есть своя логика. А знаешь, как можно прочесть название игры Hitman? Не знаю. Удиви. Не. Ну-ка. Не. Ну, кому он? Ты, кстати, похожа сейчас на эту Келычу из Bloodborne. Спасибо. Не, не буду. Да, женская рэперская версия Валерия Леонтьева в студии. Пойдем дальше. Да. Итак, переходим к киношечкам и сериальчикам, телеку и так далее. Тут вышел трейлер, вообще, должны были раньше о нем рассказать. Трейлер сериала во вселенной Люди Икс, одаренные, то бишь gifted, от продюсера и режиссера Брайана Сингера. В отличие от Легиона, который непонятно с какого боку припеку, действия одаренных совершенно точно будут разворачиваться во вселенной Люди Икс, в кинематографической вселенной Люди Икс. При этом сам Сингер поставит первый же эпизод. Вот, и там, может быть, что там такое? Ты можешь пройти еще тщательно, читала Хитман. Да. Вон там Дима все просто. Human, да. Human Absolution, класс. Так вот, о чем речь? Если вы помните фильм «Люди Икс. Дни минувшего будущего», там была как раз-таки в мрачном будущем команда молодых мутантов, там девочка с зелеными глазами, которая там организовывала порталы, парень индейец, который там... Ты про Блинг? Да, Блинг. Она есть в этом трейлере, кстати. Их там всех перебили, а здесь они все живы-здоровы и как раз юны. И помогают главным героям. Фишка в том, что как бы главный герой Тряпка Кун, сын человека, который занимается как раз отловом мутантов. И так случилось, что сам парнишка как раз-таки мутант. И тогда... И сестра его. Да, это не сестра, это подруга школьная, как я понял. Разве? Да, это не сестра, потому что они только знакомятся, и только она показывает ему, что тоже вот я тоже много чего умею. И папаша в исполнении Стивена Мойера как раз, если кто смотрел «Настоящую кровь», то узнает вампира Билла. Плюет на свои принципы, на свои обязанности, хватает сына и сбегает. И начинает спасаться от своих же собственных коллег. Вот, чтобы сына уберечь. Вот. И все это действительно здесь упоминается и Люди Икс, и Брасну Мутантов. Но, кстати говоря, в «Легионе» чуть позже к финалу там тоже становится ясно, что это все не в какой-то там параллельной вселенной. Посмотрим, во что это выльется. Ходят слухи, что там будут, например, какие-то ключики к старику Логану и так далее. Мне вообще интересно, кто появится с чем-то из персонажей. Потому что то, что, конечно, нам в трейлере показали Блинк, это явно только один из. Нет, там же уже был Санспот, вот этот парень и Гейт и так далее. Посмотрим. Вообще у Marvel сейчас какое-то дикое количество сериалов. Часть из них очень нестандартная. Там, например, был же вот этот, уже анонсирован сериал «Плач и кинжал». Про вот эту межрасовую пару людей со сверхспособностями. Вот, а это будет вот прям первый именно сериал совсем-совсем во вселенной «Люди Икс». То есть «Легион» там еще можно поспорить, а здесь вот однозначно. Посмотрим, посмотрим. Выглядит пока довольно обычно на самом деле. Вот. Вот. И у нас следующая новость тоже про телевидение. Судная ночь будет выходить уже теперь в виде сериала. К телеканалу NBC пришло предложение о том, чтобы снять целый сериал про жителей альтернативной Америки, в который раз в году можно повторять все, что угодно. Собственно, в сериале будет рассказано, чем жители этого мира занимаются все остальное время, кроме этой самой «Судной ночи», которую мы видели в фильмах. Джеймс Демонак, режиссер первых трех фильмов, выступит в качестве продюсера сериала. Предправительно он также напишет сценарий для пилотной версии. Кстати, когда еще играл одну из ведущих ролей во втором фильме. Как говорит сам Джеймс, когда меня спросили, заинтересованы ли я в этом проекте, я сначала не был уверен. В тот момент я был занят сценарием для «Судной ночи 4». Но в сериале есть большое преимущество. Нам дают целых 10 часов на то, чтобы раскрыть персонажей и объяснить, почему они все в ту самую ночь берут оружие или нож и творят эти ужасные вещи. Дата премьеры пока еще неизвестна. Как ты думаешь, насколько это вообще будет интересно? Скажем так, я «Судной ночи» потерял интерес на втором фильме. Ну то есть как, второй фильм, на мой взгляд, раскрыл тему на максимум. Первый фильм был интересным камерным достаточно триллером, который происходил в каком-то параллельном, по сути, мире. В какой-то такой альтернативной истории, в этом недалеком будущем. При том, что действие происходило в одном доме конкретном, с вот этим одним интересным условием. То, что да, по новым законам в Штатах раз в году можно убивать кого хочешь, насиловать кого хочешь. Просто нет законов. Все просто не работает ни закона, ни полиция, ни скорая в течение одной ночи. Понятно было, что в рамках одного дома это показывать, ну хочется же узнать, а что на улицах-то творится? Что там вообще такое? Во втором фильме это раскрыли. Раскрыли по максимуму. То есть второй фильм был реально очень-очень таким бодрым, тоже кровавым. И я утратил к этому интерес. То есть мне показалось, что тема раскрыта, дальше предложить нечего. Потом вышел Election Year, то есть очень актуально привязанный, ясно к чему. Там, кстати, главная героиня была как раз женщиной-политиком, которая собиралась выступать против Судной ночи. Собрал, кстати, очень-очень слабые отзывы, при том, что второй фильм хвалили, и было понятно, за что. Второй, ну такой. Господи, на Судную ночь даже была пародия уже. Уже был пародийный фильм, Meet the Blacks. Человек напоминает, что в сериале Рик и Морти была тоже серия про Судную ночь. В Рик и Морти тоже. И длился. А было ли это в Симпсонах? О нет еще. По-моему нет. Так что, ну, не знаю, сериал «Посудная ночь» Интересна тема с тем, что вот подводят, типа, кто на кого, почему, зачем. Это интересно. Другое дело, что вот, ну, реально, в формате сериала некоторые идеи работают даже лучше. Например, есть прекрасный, отличный, потрясающий сериал по фильмам ужасов «Волчья яма». То есть, при этом, это как бы продолжение. То есть, это как третья часть, только она в формате шести серий. То есть, третий фильм, но шесть серий. И там это охренительно. Там эта идея играет просто как бриллиант на солнце. Я вот что хочу сказать. Может быть, ты здесь тоже? Я вот, знаешь, в принципе, третий фильм, я еще не так его ругаю. На мой взгляд, в первых трех фильмах все-таки представлена какая-то, знаешь, разная ниша, разная сфера, разная тематика. То есть, здесь вот у нас небольшая бедная семья, здесь у нас, например, богатая семья, здесь у нас вообще взгляд фактически с оппозиции, со стороны вот той женщины-политика, то есть, как бы люди, которые пытаются бороться с этим. То есть, тебе показан тот или иной вот разный сегмент, выхватывающий свой какой-то, не знаю, кусок людей, все какой-то... Ну, по сути, это такая, это, знаешь, это черное зеркало с кровищей. То есть, черное зеркало с примесью трэша, потому что, по сути дела, это такая, ну, сатира. То есть, эта сатира, это препарация общественная тема того, что старая добрая идея, что, типа, если бы мы не боялись сесть, то, по-хорошему, начался бы дикий вообще трэш у гарседомии. Вот. Надо сказать честно, у меня очень часто снятся сны и кошмары вот на такую вот тему. Я читала, помню, какая-то фэнтези, и там, если не ошибаюсь, я не могу вспомнить, если-таки не могу вспомнить точно автора, но там была не «Судо до ночи», ну, аналог «Судо до ночи», он назывался «День дураков». И вот мне что-то подобное тоже снилось, то есть, тоже когда ночь, когда там... Делаешь, что хочешь, кто выживет, тот молодец. Ну, да. И вот постоянно тоже как-то вот... Сама по себе идея-то очень интересная, но в первых трёх фильмах серьёзно показали уже вот различные сегменты, различные слои общества. Я не понимаю, что будет в четвёртом фильме, вот вообще не понимаю. Вот в сериале, да? Нет. А есть честь? Он же... Говорится о том, что он работает сейчас ещё и на четвёртом фильме. Я вот не понимаю просто вот зачем. И в сериале, мне кажется, уже немножечко как-то поздно. Возможно, была бы... Тема для сериала вот между выходом первой и второй части фильма. Возможно. После второй, может быть, вместо третьей. Да. Ну, вот. Да. В общем, спорно. Спорно. Ну, посмотрим. Может быть, а может быть и выстрелить. Сейчас вообще, то есть, по различным фильмам очень модно делать сериалы. Некоторые из них выходят действительно очень качественными. Из Симпсонов идея фильма из Лямбделя? Ой, давайте-ка я поспорю. Вот серьёзно, вот идея подобной... Вот ночи без правил, она очень много где поднималась. И в литературе, и в других источниках. Так что... Дойная коровка, дойная расчленённая коровка. Ну да. Что ты сказала? Во-первых, не трогай меня. Не трогай меня, ты на сколько раз трогал за этот стрим? Во-вторых, это про франшизу. Про то, что франшизу превратили в дойную корову. Я обиделась на тебя. Да. Не трогай меня. Вот смотрите, вот когда ему надо было, он такой... Да, да, да. А тут вот такой... Всё, всё, нет, меня не трогайте. Нарушили моё личное пространство. Едем дальше. Читаю новости. Да. Вышел первый трейлер фильма «Эмодзи» от Sony Animation. Собственно, это... Давно ещё анонсировали проект, и... Уже тогда возникают большие вопросы, потому что там на правах одного из героев фигурирует какахо на ножках. То есть... Ну, есть же смайл дерьма. Это мороженое. Нет, это какахо. Это мороженое. Верь во что хочешь, это какахо, это подтверждено. Это шоколадное мороженое. То есть, Вася, ты бы съел эту шоколадную мороженку? Это нарисованное шоколадное мороженое. Вася, верь во что хочешь. Вася, тебе кажется, что аппетитно это нарисованное шоколадное мороженое? Я не буду отвечать на настолько компрометирующие вопросы. В общем, вы понимаете отношение Васи к шоколадному мороженому. Да. Так вот. И здесь действие происходит как бы внутри мобилки. И типа все... Опять вот визуализируют, что творится во время каких-то таких процессов. Ну, знаешь, это классическая тема, что в автоматах с едой живут маленькие гномики, которые выполняют всю работу. Там живут маленькие черти, которые иногда заклинивают автоматы, и твоя еда тебе не выдаётся. Правильно. У тебя был ли случай, когда ты приходил сбить этот автомат, чтобы получить то, что ты заплатил? Неоднократно. У нас в институте... Вот, 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 вот. Это была вообще народная забава. Чёртовы гремлины. Это была вообще народная забава раскачивать автомат, пытаясь добыть уже купленную зрачку. Не, ну, это... А, уже добытую, да. Ну, в смысле купленную. Думал, ты вообще имели в виду, вы пытались капануть автомат. Такое бывает. Но на самом деле здесь очевидно одно. То, что... А, да, и здесь есть реклама Candy Crush, конечно. Вот. Но здесь очевидно, на самом деле, лишь одно то, что... Это... Довольно прямолинейная попытка сделать свою головоломку. От Сони. Да, да, да. Блин, сколько лет этому видео. Это шикарно. Потому что, опять, всё под угрозой. То, что главный, типа, владелец телефона собирается сдать телефон на ремонт и полностью его, собственно, почистить. И живущие внутри смайлы этого, конечно, не хотят. Потому что это их мир, все дела. Была же... Был же мультсериал в конце 90-х. Компьютер. Назывался Ребут. Я как раз хотела про него сейчас тоже сказать. Да, да. Я его обожала. Он просто шикарный был. Он лучше был шикарных вообще отсылок ко всему. То есть... Оно называлось у нас в переводе «Полная перезагрузка» и... Что это такое? «Полная перезагрузка». «Полная перезагрузка» и «Полная перезагрузка» и «Ребут». Да. Сериал замечательный. Вот. Ну, не знаю. Выглядит пока есть местами удачные шутки, местами... Ну, слушайте, головоломка всё-таки была про реальные вещи. Про конкретные... Я считаю реально, что головоломка – это один из самых важных мультов. Наравне, кстати, с «Разверополисом» последних лет. Просто потому что головоломка элементарно подталкивает... Что ты пытаешься? Ребят, кто смотрел мультик «Ребутный», пишите в «Плюсчат». Да, давайте, пишите. Там была куча, кстати, отсылок к играм. Там было за две мегабайты, да. Да. Отлично. Я считаю реально, что вот головоломка была просто одним из самых главных мультов последних лет. Просто потому что она реально может подтолкнуть детей к самоанализу черты о дери. То есть реально, они начнут задуматься о своих эмоциях. Я не осилил головоломку. Ну, не. Головоломка для родителей, а не для детей. Блин, каждый хороший... Каждое хорошее произведение для детей работает не только на детях. Это аксиома. Хочешь делать что-то для детей – делай, как для взрослых, только лучше. То есть без сюсюканей, реально с важными темами. Ой, все, чему пошел сейчас. Дети не настолько тупые. Дети, конечно, идиоты, как говорил Хаус. Но, блин, я помню себя в возрасте 7 лет. Мне много наших зрителей смотрели. Вот. Это круто. Я помню себя ребенком. Я, блин, был не тупой. Ну, в смысле, тупой, но на бытовом уровне, не в плане художественных произведений. Вот. Так что да. Головоломка для ребенка. Как называется, не помню, но там было про компьютеры человечка, которые не давали игроку выиграть, чтобы их мир не был уничтожен. То, смотрел. Ну, это вот как раз. Это ребут, да. Это был ребут. Вот. Ну, и последняя новостишка сегодня как раз. Да, да. Вот я наконец-то, слушай, я когда увидела эту новость, я просто орала. И когда увидела трейлер, вообще просто упала. И потом еще раз упала. Тебе прям впустила? Да, он клевый. Я обожаю. А я сегодня хотел сказать. А я хотел как раз сказать. Ты что? Я сейчас тебе не рискуй. Вот вообще не рискуй. Так, давай. В общем, друзья, вышел трейлер сериала «Орвель. Пародия на звездный путь». Телеканал Fox выпустил первый трейлер. Сериала. Создатели его Сет Макфарлейн. Известного вам по мультфильму «Гриффины. Третий лишний» и Джон Фарва «Железный человек. Книга джунглей». Собственно, работа над этим сериалом. История в Орвеле ворачивается в 25 веке. Главный герой Эд Мерсен, который после долгого ожидания наконец становится командиром космического корабля «Орвель». Вместе со своим своеобразным экипажем Эд отправляется в далекий-далекий космос, где вожжут опасные приключения и встречи с враждебными инопланетянами. К примеру, сериал «Ожидается осенью». Точной даты пока нет. И это замечательно. Я не знаю, как я очень большая поклонница «Звездного пути». Бывают разные… Был уже немало подсужинок. Вот, да. Тогда ты должна знать, что, блин, «Звездный путь», тем более оригинальный «Звездный путь» пародировали уже ну столько раз. Пародировали много раз. Начиная от «Футурама», потом был этот улетный трип, он же расплющенный космос. «Галактическое такси», «Галактическое такси», «Галактикуэст», «Сигурни Уивер» и «Алана Мрикмана». Да нет, ну вообще, перечислять то количество отсылок, которые были в «Комедин» в массовой культуре по стартеку, это вообще бесполезно, это один из самых влиятельных сериалов. Ну да, здесь вообще прям прямая, и то, что это будет количеством целого сериала, ни одной серии, ни одного фильма, мне лично радует это выглядит забавно. Я считаю, это очень хорошо сделано, не знаю. Не знаешь, что в этом чувствую? Что? Это, я вижу, что это проект мечты. То есть, Макфарлайн, видно, его хотел сделать, блин, всегда, и наконец-то дожил до тех времен, когда реально с точки зрения финансов это возможно. Другое дело, что ну, черт его дери, у нас в этом году выйдет новый сериал по старт-треку уже, в этом начале следующего, и там уже из имеющихся данных куча всего нового. Почему, зачем надо стебать сериал пятидесятилетней давности, когда можно реально стебануть много всего, новые тренды в научной фантастике? Ну, потому что я здесь вижу именно, что кучу отсылок и кучу стеба на классическом старт-треке. Да, да, но это же замечательно как раз. Мне кажется, это то, чего не хватает именно поклонникам. Нам сейчас дают альтернативную вселенную, нам сейчас дают новое, видение, перезапуск вот этой вот франшизы. Сериал, кстати, будет в каноне. Разве? Да, сериал будет в старом каноне. Вот это я пропустила, между прочим. Я думала, он будет... Дискавери будет в хронологии старой. Слава тебе, Господи. Ну, все равно, не знаю, мне нравится. Все-таки старт-трек в оригинальном старт-треке, в смысле вообще в самой франшизе, там много юмора, там много какой-то неформальности. И это вполне себе вот подходит в его дух. Не знаю, я буду ждать и с удовольствием посмотрю. По-моему, это прям очень мило. Не знаю. Ну, как бы у руля стоит Сет Макфарлайн. И кто следит, тот знает, что, во-первых, Гриффины уже давно не те. Гриффины уже давно не те, реально. Тет был хорош, но первый. Тысяча, или как оно там называлось, способов умереть на Диком Западе для очень непритязательного зрителя. То есть, именно вот в трейлере, пока я видел, вот шутки делились реально по категории hit and miss. То есть, что-то удачное, но предсказуемое, что-то категорически нет. То есть, мне показалось довольно смешной, но уже тоже не новой шуткой, как раз где вот это переговоры со злодеем по видеосвязи. Типа, можешь чуть-чуть вправо сдвинуться, а то ты не по центру, слишком много пустого пространства. Это меня повеселило, но это уже было. Ну, сейчас тоже говорят, хватит поразитировать, давайте что-то новое. Не знаю, мне хорошо. У меня, конечно, реакция типичного фанбоя. Я просто очень радуюсь. Мне как бы дают то, чего мне не хватало. Не, ну серьезно, ну то есть, как бы, можно же... Даже, я считаю, если сериал зайдет только поклонникам Стартреков, все равно фанбаза достаточно большая. Почему просто не сделать комедийный сай-фай? Нам этого, блин, не хватает. Последнее, что такое было, это был Лекс. И он был тысячу лет назад. Нет, Красный Карлик сейчас вышел новый. Но, ну серьезно, ребят. Чем тебе мешает комедийный сай-фай по... Ну, это видно, ну это слишком в пародию. Слишком прям видно, что Макфарлайн косплеит Кирка. Ну, в открытую. Что здесь, опять есть чурбан-инопланетянин, который не понимает земного юмора и эмоций. Ну, класс, и дальше. Ну, как бы... Кстати, там один из персонажей, мне кажется, вот явно отсылка C-3PO, вот этот дроид. Ну, согласись. Этот дроид может быть отсылкой к любому, блин, роботу. Я смотрел все сериалы по Стартреку, да, я смотрел все сериалы по Стартреку, причем даже несколько раз и все фильмы. Ты фангел, если что. Да. Ты много обни не знаешь. Ну, как показывает практика, всякое может случиться, тот же Оргель может выстрелить довольно сильно. Посмотрим. Блин, почему нельзя было... После Стартрека же был уже Баттл Стар Галактика. Черт вас дери. То есть, который тоже предмет для... Ну, куча всего можно оттуда подчеркнуть и вызмеять, например. И где этот Баттл Стар Терреку? Закончился. Вот тут еще. Ушел, но не забыл. Баттл Стар Терреку для Звездного Пути это как игра престолов для Властелина Колец. То же самое, но на реалистичный манер. Тут пишет кто-то про Киллжоев, не знаю, а мне Киллжои не очень, не знаю. Короче, я за всяческое развитие фондовой тематики по Стартреку и прямое, и пародиями. Я очень рада, мне очень понравилось, я очень рада. По-моему, это весело. Джон Фавро веников не вяжет. Это, по-моему, единственный аспект здесь всего, что внушает мне реально надежду. Потому что Джон Фавро действительно, он во многом уникален. У него практически нет провалов за всю его карьеру. Ну, кроме, наверное, роли Фоги Нельсона в Старвиглаве 2003 года. Но это ладно. Это забудем. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, действительно, сериал займет свою нишу в сердцах поклонников Стартрека в том числе. Ладно, ребят, на сегодня это все. С вами были Лей Радна, Дмитрий Шпилев, Дмитрий Кудряшов, еще Василий Копекин здесь тоже, на самом деле, был. Вот. Среда. И всем удачной среды. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok